С первого взгляда работа егеря в лесу незаметна. Чем там можно заняться? Но на самом деле эта работа не приостанавливается ни на минуту и продолжается круглый год. В обязанности егеря входит не только присматривать за порядком в лесу, фиксировать нарушение правил охоты, но и вести учет животных и птиц. А еще обслуживать прикормочные площадки, заготавливать корма. Дело это хлопотное и затратное. С января егеря начинают сложную работу по составлению маршрутов или треков передвижения животных. Это необходимо сделать для понимания численности зверя и работ по воспроизводству поголовья. Общая площадь охотничьих угодий в Дмитровском районе составляет 126 тысяч гектаров. На днях мы побывали на первом орудийском обходе, площадь которого 18 тысяч гектаров. Приходит сезон весенний. Мы в весеннее время гораздо меньше подкармливаем животных, чем в зимнее. Потому что в зимнее время мы их, можно сказать, кормим. В весеннее время мы подкармливаем, чтобы они не забывали кормовую точку. Но после зимы остаются какие-то недоеденные корнеплоды, что мы выкладываем животным. Зерно, мусор какой-то. Егеря это все убирают. Мы известью дезинфицируем эти площадки даже. То, что отходы собираем, органические отходы, потому что мы же выкладываем только органические продукты. Органические отходы закапываются в землю на глубину больше метра и обязательно засыпаются известью. На территории этого обхода организованы четыре подкормочные площадки. Они нужны для удержания животных в угодьях и воспроизводства. На площадках установлены лотки для корма, солонцы и наблюдательные вышки. Кабан предпочитает зерно, пшеницу, овес, но любит и подгнившую картошку и морковь. А вот лось любит полизать каменную соль и пожевать специально заготовленные веники. В год Дмитровское общество охотников и рыболов заготавливает 35-40 тонн зерна. Осенью по договорам покупает у фермеров и совхозов овощи и картофель. Егеря также следят за состоянием животных и проводят профилактические мероприятия для предотвращения эпидемии АЧС и бешенства. Биотехнические мероприятия проводятся круглый год. И егеря, охотовед проверяют и контролируют это, чтобы поддерживать численность животных в должном объеме, сколько должно быть на эту площадь. Значит, и столько же закупается зерна, и на солонцов делается именно на то количество, которое регулируется всеми правилами охоты и законами о природе. В этом году, значит, слава богу, пока не было уголовных дел, то есть не было таких значительных браконьерских охот. Ну, а по мелочи, там, ну, где-то кто-то не выписал путевку, там, забыл берет. Это были нарушения, но опять не в таком объеме. Здесь надо сказать, что помогают очень сильно и общественники, и егеря. Общество все работает в этом направлении. Всего в ведении Дмитровского общества охотников и рыболовов находится 8 обходов, за которыми закреплены егери. Это настоящие профессионалы, наизусть знающие свои территории и повадки животных. Благодаря четко отлаженной работе, обществу удается поддерживать баланс и сохранять поголовье охотничьих животных и птиц на должном уровне.